Не забудьте заглянуть в описание под видео, я подобрала для вас лучшие садоводческие магазины онлайн с доставкой. Тут можно приобрести семена таких сортов, каких вы не найдете на рынке, а также есть лучшие средства для борьбы с вредителями. Лимонное дерево с яркими плодами и насыщенно темной листвой украшает подоконник и заманивает в комнату солнечный свет. Даже без особого ухода это вечно зеленое крупное растение будет покрываться белыми ароматными цветками и хотя бы одним-двумя плодами. Лимонное дерево живет от 50 до 150 лет, значит, его можно передать как семейную реликвию. Грамотный уход за лимоном в горшке в домашних условиях даст результаты. Дерево будет ежегодно радовать урожаем вкусных и полезных плодов. Домашний лимон, посаженный в обычный горшок, часто достигает размера полутора метров. Некоторые сорта могут быть выше. Выглядит лимон как небольшое дерево с овальными темно-зелеными плотными листьями. Лимон в горшке смотрится эффектно, но большее впечатление дерево производит, когда на нем зреют плоды. Посадить и вырастить домашнее лимонное дерево несложно, но чтобы цветок лимона начал плодоносить, необходимо соблюдать определенные условия. Выбираем место в комнате. Лимонное дерево довольно неприхотливое растение, но просто поставить горшок на балконе и забыть о нем не получится. Необходимо следить за перепадами температур, ведь лимон комнатный очень чувствителен к изменениям такого характера. Лучше всего расположить лимон на подоконнике в комнате, где отсутствуют сквозняки. Так лимон будет получать достаточное количество естественного солнечного освещения в течение дня, а температура будет оставаться стабильной на протяжении суток. Если расположить его рядом с обогревателем или батареей, то тепловые массы будут конфликтовать с температурой в комнате и растение будет ощущать постоянный перепад температур. Это негативно сказывается на растении и оно сбрасывает листья, иногда даже может погибнуть. Если на улице жаркая погодка и солнечные лучи падают на лимон, то растение придется регулярно поливать и ежедневно разворачивать. Лучше всего разместить лимон в эркере или помещении со стеклянной крышей, в котором поддерживается постоянная температура без резких перепадов и присутствует повышенная влажность. Подбираем правильную емкость. Чтобы вырастить красивый лимон дома, необходимо подобрать правильную емкость. Материал горшка может быть любым – пластик, керамика или металл. В диаметре емкость не должна превышать 15 см, а на дне обязательно должны присутствовать небольшие дренажные отверстия для стекания излишков влаги. Высокие горшки для лимона не подходят, так как корни у него небольшие. Какая почва нужна для лимонного дерева? Лимон в домашних условиях вырастить несложно. Для этого необходимо соблюсти несколько условий, одно из них – правильная почва и дренаж. Земля из сада или грунт для рассады лимону не подойдет. В специализированном магазине лучше всего приобрести грунт для комнатных цитрусовых растений и дренаж из керамзита. Дренаж можно использовать и на основе песка и древесной золы. Если нет возможности приобрести грунт для цитрусовых, то обычный грунт можно подготовить к посадке самостоятельно. Для этого берут лесную землю с перегноем, песок с берега реки и древесную золу. Существует особая формула приготовления грунта для цитрусовых. Выглядит она так – 3 стакана лесной почвы с перегноем, полторы ложки древесной золы, полстакана песка, вода. Компоненты перемешивают до тех пор, пока из смеси не получится консистенция похожая на сметану. После этого смесь выливают в подготовленную для посадки растения емкость и сажают лимон. Корни растения должны быть полностью закрыты смесью. Как правильно ухаживать за лимонным деревом? Ухаживать за лимонным деревом достаточно просто. Необходимо только соблюдать постоянный температурный режим и не допускать сквозняков. Тогда комнатное растение порадует обильным цветением и сочными плодами. Тех, кто собирается выращивать лимоны в домашних условиях интересует вопрос, можно ли использовать лимоны, выросшие на подоконнике в обычном цветочном горшке, в пищу. Есть такие лимоны можно и полезно. Поэтому выращивание лимонов на подоконнике – не просто увлекательное занятие, а еще и вклад в собственное здоровье. Полив и удобрение. Лимон, как южное растение, нуждается в регулярном и обильном поливе. Летом нельзя допускать пересыхания почвы в горшке с лимоном. Иначе его листья начнут сворачиваться и опадать. Зимой необходимо поливать растение всего несколько раз в неделю, так как оно входит в искусственную стадию покоя. Необходимо следить и за листьями растения. Оно не любит скопление пыли. Нужно несколько раз в месяц протирать листья влажной салфеткой. Корням цитрусовых необходим кислород. Поэтому при поливе нужно слегка рыхлить почву. Помимо влаги, цитрусовые очень восприимчивы к удобрениям. При правильной подкормке лимон будет свести круглый год. С перерывом только в зимний период. Для удобрения лучше всего использовать органические удобрения. Куриный помет или навоз. Или минеральные средства для удобрения цитрусовых без хлора. В зимний период цитрусовые не нуждаются в удобрениях. Обрезка растения. Для того чтобы лимон радовал цветением, ему необходимо правильно сформированная крона. Поэтому необходимо отслеживать появление новых ветвей и правильно их подрезать. Это обязательная составляющая ухода за растением, а не только его декоративная часть. На второй год жизни лимон выпускает много побегов, у которых с наступлением зимы необходимо срезать верхушку, оставляя на каждой веточке по два листика. Со временем на ветках появляются побеги второго порядка, на которых также нужно удалить верхушки и оставить два листика. Операцию необходимо повторять до тех пор, пока на взрослом растении не сформируется от 6 до 8 основных ветвей. Такие ветви со временем дадут побеги четвертого порядка, на которых и будут расти цветки и плоды. Таким образом можно сформировать и бонсай из лимона, небольшое цветущее дерево, которое будет давать миниатюрные плоды круглый год. При формировании крону у основания растения появляются длинные жировые побеги. Их легко определить по вытянутой протообразной форме и быстрому росту. Побеги необходимо удалять, так как они прерывают процесс питания верхних ветвей и растение не будет плодоносить. Особенности пересадки. Все цитрусовые плохо относятся к смене места жительства, поэтому без надобности лишний раз растение лучше не тревожить. Пересаживать растение без цветов можно каждый год без вреда для него, но если на растении имеются цветы или плоды, то его лучше оставить в покое. Если пересаживание можно делать, то его выполняют согласно определенной схеме. Растение достают из старого горшка вместе с земляным комом. Корни растения очищать от земли нельзя, оно может погибнуть. В новый горшок насыпают около 5 см дренажа, затем несколько см свежей земли. Сверху помещают растения вместе с земляным комом и присыпают свежей землей, до полного закрытия корней. Землю обильно поливают. Трудности выращивания комнатного лимона. Хоть большинство сортов домашнего лимона и неприхотливо в уходе, существуют и определенные проблемы при его выращивании. Чтобы дерево не болело и регулярно плодоносило, необходимо своевременно его поливать. Подкармливать и соблюдать определенный температурный режим в помещении. Немаловажную роль играет освещение. При его недостатке растение вянет и сбрасывает листья. Цитрусовые часто болеют, поэтому необходимо тщательно следить за состоянием дерева и соблюдать все правила ухода. А при обнаружении каких-либо неприятных изменений во внешнем виде растения, надо внимательно изучить дефект и устранить его причину. Соблюсти все тонкости сложно. Поэтому большинство владельцев советуют несколько раз подумать перед приобретением цитрусового. Хотя бывалые огородники утверждают, что с годами можно привыкнуть к особенностям цитрусовых. Болезни и вредители. Самая распространенная болезнь среди цитрусовых – пожелтение листьев. Среди причин этого заболевания выделяют следующее. В воздухе, где содержится лимон, слишком мало влаги. Лимон давно не удобряли или прикормка была неправильной. Зимой растение вошло в состояние искусственного покоя, и ему необходима определенная температура – от плюс 5 до минус 10 градусов. Повышенная температура в помещении в этот период вызывает пожелтение листьев. Иногда у лимона опадают листья, и часто эта патология связана с заражением растения паутинным клещом или изменением температурного режима. Главными вредителями, поражающими лимонные деревья, являются клеемучнистые черви. Если растение массово заражено вредителями, то для их устранения используются химические инсектициды. Если вы будете хорошо заботиться о своем деревце, оно щедро отблагодарит прекрасным и длительным цветением, а затем обильным урожаем экологически чистых и чрезвычайно полезных лимончиков, ароматных и вкусных. Субтитры создавал DimaTorzok